На встрече в Ватикане высокопоставленный делегат признал, что церковь уничтожала, а в некоторых случаях даже не создавала отчеты в отношении священнослужителей, уличенных в насилии над детьми. Об этом заявил один из ближайших советников Папы Римского Франциска, немецкий кардинал Рейнхард Маркс. По его словам, это позволило педофилам находить новых жертв. Архиепископ Люксембурга Жан-Клод Оль Риш говорит, я работаю с группой франкоговорящих священнослужителей, и я вижу происходящее изменение. Они начинают понимать масштабы этой проблемы для церкви. Не знаю, приведет ли встреча к какому-то грандиозному решению, но изменения происходят, и я этому рад. Я чувствую, что в наших кругах появилась заинтересованность в том, чтобы обезопасить детей и уязвимых людей, говорит глава католической церкви Ирландии, архиепископ Иммон Колумба Мартин. Появилась приверженность к соблюдению высоких стандартов. Я надеюсь, что в конце этой встречи Папа Римский призовет всех нас к такой приверженности, к мерам предосторожности, к проверке и к ответственности. Всего в работе Конгресса по вопросам защиты несовершеннолетних принимают участие 190 иерархов Римско-католической церкви со всего мира. Исторический саммит, открывшийся по инициативе Папы Римского Франциска, завершится воскресенье. Ожидается, что Ватикан сформулирует ряд конкретных мер для борьбы с проблемой педофилии.